С наступлением тепла одежды на нас становится все меньше, а значит все больше внимания берут на себя самые, казалось бы, незначительные детали нашего образа. Сегодня о тенденциях нейл-дизайна сезона весна-лето 2020 рассказывают мастера и медстудии Елены Ивановой. Яркие, красные, желтые, зеленые, синие, но не только яркие, но и пастельные оттенки. Более природные оттенки, особенно если нет нарочитой формы, длины. Геометрия, цветы, лепестки, горох. Вернулось многоцветие в маникюр, можно уже допустимо вновь покрасить ногти цветными лаками разными, но все же, чтобы была гармония. Была гармония, не забываем про эстетику, не забываем про чувство вкуса и стиля. В сочетании маникюра с педикюром мы обычно советуем придерживаться тональности. Если это дизайн, то где-то элементы дизайна совмещать. За всю мою деятельность в ногтевом сервисе, для меня дизайн это вообще такое слово, такое опасное, скажем так. Я не привыкла и не смирилась с этой мыслью украшательства излишнего. Так вот, да, но при этом я допускаю мысль, что есть возможность за счет дизайна маникюра добавить что-то в свой образ. Если человек не очень любит яркую одежду, он может при своем скромном образе сделать какие-то, добавить элементы на ногтях. Это вполне допустимо. Ушла оляпистость, но при этом сочетание цветов, оно все-таки присутствует. Что же касается декора на руках и ногах, в сезон открытой обуви стоит задуматься над совместимостью этих элементов образа. Да и вообще, декор должен быть выполнен только со вкусом, другого варианта не дано. А еще яркий маникюр может выступать в качестве акцента, дополняя своим цветом оттенок платья или босоножек. Ведь все мы прекрасно знаем, как цвет влияет на настроение, а настроение на успех.